О, собака. Воу, не терзи мне. Вот он наступил второй день моего приключения. Первый день прошел относительно неплохо. Ну, конечно, мы подустали, но в целом мы просто шли. Все было на чиле, конечно, надо было подниматься, спускаться. Дорога была довольно опасная, на самом деле, типа, там все в камнях и просто обрывы. Собака хочет тусить со мной. Вот, но мы дошли вот до этой вот лоджии, тусили тут, и ночью пошел сильнейший дождь. Типа, нам очень повезло, что мы... Да блин, собака, я записываю влог, погоди. Типа, нам очень повезло, что мы успели сюда дойти до дождя, а ночью еще и начался снег, и теперь идет снег с дождем, и мы сейчас выходим дальше. Проблемс был один, то есть на улице, типа, ну, я не знаю, типа, 3 градуса. Ну, то есть, при какой температуре идет снег с дождем? Можете видеть все горы там, все в снегу. Это лоджия, вот эта вот, это, блядь, просто картонная коробка. Соответственно, внутри абсолютно так же, как снаружи. Я, конечно, закутался, типа, спальник, еще под одеяло, одеяло дают хорошее, но, конечно, все равно очень холодно. У меня лицо просто, ну, то есть, сам-то я согрелся, лицо было абсолютно... Что такое? А лицо абсолютно было промороженное. Соответственно, сейчас нас ждет второй день. А, еще интересный факт. Нас отказались кормить тут. Говорят, у нас плита сломалась, мы уже завтрак оплатили. Короче, пойдем сейчас в другом домике поедем. Да собака, что за игры начались? Ну, короче, так, второй день обещают быть намного тяжелее первого, потому что первый мы там плюс-минус ходили вниз-вверх. Сегодня у нас чистый подъем на 800 метров вверх. Так что... Эй, собака! Пока! Блин, дорогу уже все размыло еще. Да уж! Продолжение следует... Субтитры сделал DimaTorzok Вообще, я вдруг понял, что многие, возможно, лишены контекста и не совсем понимают, что происходит и где вообще. История такая. Маруся Черничкина, с которой мы, кстати, подкаст записывали, посмотрите, очень интересно, мне кажется. Бросила в наш дружеский чатик, а что, типа, поехали вот в Непал, чел организует туры и, типа, давно мечтал, поехали. Я любитель абсурдных приключений. Эй, пес. Я любитель абсурдных приключений, поэтому сказал, если лететь не сутки, потому что лететь сутки на самолете мне впадло, я готов. Лететь оказалось не так долго и не так дорого из Армении, поэтому я согласился. Вот. Итак, мы прибыли в Непал, пробыли там два дня, в смысле, в Непал, в столице Непала, Катманду, пробыли там два дня. Оттуда мы сели на самолет до Луклу, не знаю, что это город, деревня. Ну, типа, прямо в горах уже городок, откуда многие начинают пешие туры, это называется трекинг, да, прогулка по горам. И вот мы два дня от города Луклу идем до поселения Намчи-Базар. Это какое-то большое поселение, ну, относительно большое поселение в горах, где мы останемся на два дня. Значит, вчера мы шли, сегодня мы вот тоже идем в Намчи-Базар. Надо сказать, что в Луклу один из самых опасных аэропортов в мире, потому что он находится в горах, у него взлетно-посадочная полоса всего, типа, 500 метров. Это очень мало для самолетов, поэтому только очень маленькие самолеты летают. Было прикольно полетать на маленьком самолете, типа, винтовом, прям, забавно. Первый день был сухой, относительно легкий, второй день потяжелее. Идем, дождь, снег, грязище, говнище, песы. Ненавижу дождевики, дождевики сосут, прочее уж просто промокнут, потому что в дождевике ты все равно весь потеешь и весь промокнешь нафиг. Да, поясняю. Каждая из этих бобин находится молитва. Соответственно, когда человек проходит и проворачивает бобину, он, типа, прочитывает эту молитву. Да, они и тут автоматизировали молитвы. Говорят, еще неплохо было бы под каждую такую бобину поставить генератор, чтобы еще накручивать электричество. Потому что туристы идут, и всем хочется покрутить. Да, но, конечно, со снегом все стало намного красивее. Знаете, что самое сложное? Мокрыми руками на телефоне камеру включать. Ладно, пока я тут иду. Вот вам нарезка вещей из первого дня, что я наснимал. Я тогда еще не думал снимать вложек. У меня в телеграме народ потребовал. Давай, давай. Поэтому вот, что я наснимал. Этот мост, он очень страшный и шатается. Так. Это довольно страшно. Все-таки полегче. Вообще, как будто бы не до телефона в этой ситуации. Блин, он очень шатается. Это страшно. Ну, и тут оползни какие-то, как будто. Так, ладно, пора на другой конец уже. Я вот больше всего боюсь. А представляете, мост упадет, да? Но будет шанс зацепиться. Но я такой, блин, у меня телефон в руке. Я не могу. Я что, брошу его? Маша, ничего не отекло? Типа руки. У меня одна рука, как сосиски. Нет. Похожи в сравнение. Не могу. Я не знаю, сравнение, может, так и не видно, учитывая, что я спрягаю ногти. Но я эту руку даже не могу сжать. То есть, знаешь, когда обмораживаешь? Записываешься этот стыд, да? Да. Тут красивый кадр, очень просто. Спасибо, Бля. Десять минут еще вот так вверх. Мы уже хотим сдохнуть. Ребята вот ломают камни. И из камней делают дорогу. Прям в реальном времени делают дорогу. Круто. Мне, кстати, выдали вот такую петушиную шапку. Я возмутился сначала, сказал это не по-пацански. Но мне пояснили, что весь петух это, типа, животное, олицетворяющая страсть. Лучше от этого не стало, конечно, но что я могу с этим сделать? Зато смотрите тут. Это молочная река, она так и называется. Ну, то есть у него есть какое-то непальское название, но переводится как... Тут коси. Но переводится как молочная река, да. Хе-хе, а что это у нас тут? На телефон упала капля дождя, поэтому все с ума сходит. Ну, короче. Я знаю, что многие будут ругаться, типа, фиг ли ты засираешь, значит, чужую страну своими стикерами, но... Ну, во-первых, я их леплю только на уже засранные места. А во-вторых, я не знаю, у меня очень качественные стикеры, их очень легко отклеить, если кто захочет. То есть не будет вот этой фигни, что там все отрывается. Так что да, если кто будет здесь и увидит мои стикеры, присылайте мне фотку. Будет кайф. Блин, эти мосты, ну, в целом выглядят безопасными. И уверенными. Но ты когда по ним идешь, они очень трясутся, это прям очень стрёмно. Они еще скользкие сегодня. Пока они не скользкие были, хотя бы было кое-как. Это вот мимо нас только что прошел Портер. Рассказываю вам про Портеров, пока вы наблюдаете этот потрясающий пейзаж двумя мостами. Портеры, это чуваки, которые из-за тебя тащат твой груз на гору. То есть ты берешь минимум необходимых вещей, все остальное отдаешь Портеру. И Портер, значит, по чекпоинтам с тобой его тащат. Я сначала подумал, что это типа дичайший кринж. Знаете, типа вот они, белые колонисты. Приехали в бедную страну и за копейки эксплуатируют местное население. Заставляют носить, буквально носильщик. Заставляют носить их свои вещи. Но потом оказалось, что это типа абсолютно нормальная тема. У них профсоюзы, организации. Все типа продумано, готово для людей. Это совершенно нормальная здесь профессия, которую многие практикуют. Очень хороший способ для заработка, для места. Так что с этой точки вопроса это совершенно нормально. С другой стороны, я все равно считаю, что это полная кринжавуха. Потому что, ну, многие смотрят на такие путешествия, как на какие-то достижения. Знаете, типа на самом деле подняться на высоту 5 километров горы, это очень серьезно. Это, конечно, далеко не Эверест. Но Эверест это вообще совершенное безумие. Типа это для абсолютно сумасшедших бессмертных. Подняться на 5 километров уже очень серьезно. И типа, что ты достиг тогда, да? Если твои вещи за тебя тащил другой человек. Это как, знаете, кататься на трехколесном велосипеде и говорить, что ты профессиональный велогонщик. Но, не знаю, все так делают, все это практикуют. Я до последнего не хотел брать, но все-таки люди настояли, что надо, и я взял. Но это буквально как в той серии Симпсонов. Блядь, такая смешная серия, пиздец. Я так рофлял, так ржал. Короче, серия Симпсонов, где Гомеру надо было на гору подняться. Не помню зачем. Вот, и с ним были портеры. И пока Гомер спал, эти портеры по ночам его тащили на гору. Блядь, такая смешная серия. Ёбаный рот. Так я рофлял. Наверное, моя любимая серия вообще. Мы пришли к этому огромному мосту, высокому. И нас не пускают, потому что надо пропустить осликов или яков. Осликов, кажется. Вот, поэтому сидим. Вот, мы идем в Намча. Еще 4 километра, но с сильным подъемом. Поэтому 2 часа идти примерно. Ну что ж, понеслась, ребята. Надо еще, конечно, чтобы вы высоту понимали. Мне кажется, на видео будет еще выше казаться. Чудесно. Мягче. Мягче надо ходить по этому мосту. Чего они все скачут? Зато вид какой. Вы посмотрите на это дерьмо. Is this a real life? Or just a fantasy? Мост металлический, скользкий, капец. Вертолеты еще все время летают туда-сюда. Ёб твою мать. Ваши мысли от этого моста? Очень красиво. Очень красиво. Ваши мысли? Тяжело. Не страшно, но красиво. Мне тяжело вроде пока было. Как там шариат? Нормально. Как тебе мост? Прикольно. Ты высоты не боишься? Нет. Хорошо, что у нас никто не боится высоты. Хотя я думаю, если бы кто-то боялся высоты, он бы не пошел с нами. Короче, капец, какое опасное место. Ни ступенек, ничего. Вода течет, камни одни все. Ну, мокрое, короче, скользкое. И тут внезапно яки груженные. Просто, ну, никуда от них не деться. Я капец как оценил наши трекинговые ботинки. В обычной обуви мы бы давно сдохли уже тут. Да, да. Подскользнулись бы. Короче, мы примерно на высоте уже где-то 3200 метров. Нам еще подниматься в вопросе высоты еще где-то 300 метров. А по расстоянию идти еще около двух километров. Конечно, уже хочется в целом сдохнуть. И в этом нет никаких, но просто хочется сдохнуть уже. Одно греет душу. Мы дойдем до этого намчи-базара. И пойдем еще выше. И пойдем еще выше. Нет, ну там мы будем день отдыхать и чилить. Потусим хоть по местным деревням, походим, посатаемся, посмотрим, что там, кого. Мне кажется, прикольно должно быть. Короче, возможно, не подключим. Почему? Да, мы просто это обсуждали как раз, пока шли. Типа, смотри, ты отслеживал программу нашу? А вы видели офигенную скалу? Да, скалу мы видели. Но тут вопросов серьезнее. Что значит не будет чила? Нет, может он как-то сорганизует его на потом. Я сомневаюсь, что он будет. По-моему, мы раньше в намчи-базаре чуть ли не два дня рождены. Ну да, я вот думал, мы сегодня и завтра целый день будем в намчи-базаре. Да, но нет. Короче, там типа... Ну завтра мы будем отдыхать. Завтра мы будем отдыхать, но сегодня нет. Да, сегодня мы еще идем акклиматизироваться. Да, но по идее у нас должно было, типа, день быть на акклиматизацию. Типа день на отдых и на акклиматизацию. Один день у нас еще. А почему? Дело в том, что когда... Если бы ты посмотрел, да, программу... Да, я смотрел программу. Да. Там просто было написано 12 дней трекинг и все. А ты заметил сколько дней в месяц там? Нет. Он обсчитался по дням? Да. Окей. И поэтому мы сейчас ебашим очень сильно. Мы же вчера прошли на 30% больше, чем нужно было. Да? Мы же должны были, да. Пройти в деревню как-то... Я забыл, насколько это называется. Почему я только сегодня поэтому ставил? Ну, мы вчера вот ночью только... Да, мы вчера просчитали вот это вот. Блин, ну дойдем, надо будет поинтересоваться у него, что вообще, какой план. Ну да. Мы приближаемся очень близко вот к тому месту, где горы начинают закрываться туманом. Это прикольно. Ну, дорога у нас превратилась вот в это вот. Конечно, такое. Исключительно такое себе. Тут какие-то странные птицы, которых я никогда не видел. Ну, все. Мы поднялись до той высоты, когда, ну, типа, ничего нет. Только, только туман и бездну безумия. Мы умираем. Ну, или, на самом деле, вчера хуже было. Да, вчера хуже было. Если так подумать. Мы еще вчера ведь не выспались нафига. Да. Мы же вставали в 3 часа утра. Так что... Сегодня бодряшком идем. Нормально. Когда думаю о том, что мы будем идти на климатизацию, это меня вообще нервит. Ну, часик-то мы посидим, отдохнем. Мне нужно больше. Ну, посмотрим. Да, по итогу-то всего 12.30. Да? Ну, то есть мы 5 часов в путешествие. Мы же встали в 6 утра. А, ну, мы на высоте сколько сейчас? Наверное, 3 300, 3 400, 3 500. Я никогда так высоко, наверное, забиралась. В Армении мы заезжали? Только на самолете. А я не знаю, на какую высоту мы в Армении заезжали. Надо посмотреть этот храм. Гарни? Не, мы прям бодренько сейчас забежали. Так что они, наверное, отстают. Я так рада, что я поймала темп. Это прям вообще... Это меня очень сильно выручает. Темп и дыхание. Без него вообще ничего не выйдет. Мне кажется, вот дырчевки мне тебя только не поймают. Не могут поймать, да. А я вот прям... Я знаю, с какой скоростью я должна идти. И все, и я с ней иду. Да. И я так могу идти долго. У меня одна проблема. Я проебался по воде. Я не взял воду. И чаю у меня было, наверное, пол термоса. Конечно, это было тупо. Надо было бутылочку с собой взять. Но, я думаю, мы уже почти... Ну, недолго нам осталось. Я надеюсь. Да. Как-то... А где вся красота? Ничего же не видно. Я надеюсь, мы сейчас прям поднимемся выше этого тумана. И это вообще будет охуеть. Топ-топа. Все в тумане. Вся дорога в тумане. А нам еще идти и идти наверх. До самого верха. Паркур. Паркур. Все. Отставить паркур. Я, кстати, про Осликов и Яков-то не рассказал. Тут же проблема в том, что тут нет никаких дорог, ничего вообще. То есть, и на высоту, вот тут какое-то поселение, все штуки, товары, необходимости, все доставляют на Осликах и на Яках. Я так понимаю, только самые ценные какие-то штуки могут на вертолетах доставлять, но и то это не точно. Поэтому тут дофига ослов, Яков, которые так же, как люди, ходят по этим дорогам. Поэтому тут все немножечко засрано. Ну, типа, это норма. Вот так вот. Вообще не знаю, что мне это напоминает. Мы под рев ворон заходим в туманный, жуткий город, где, типа... Где четыре, где мы должны быть. Да, типа, ни дорог, ни хуя, грязь, говнища, ослы и полный туман, и мы посередине ничего. Типа, что это? Какой-то Lovecraft, Resident Evil, что-то в этом духе. Да, мы должны были бы играть в Resident Evil 4 сейчас, а попали в него в реальной жизни. Да, и газовые баллоны свалены просто. Ну, это, понимаешь, когда главный герой игры приходит, красные баллоны расставляют по городу, чтобы их взрывать можно было. Жутковатое место. Ну, и задавляясь за всего, но прикольно. Да, это нам Чебазар, это наша точка, куда мы идем. Ну, надо, типа, по городу пройти еще метров двести, нам сказал чел. Вот. Ну, конечно, в таком тумане и в таком дожде это выглядит очень жутко. Просто бесконечная бездна. И ворона. Если стрелять в ворон, из них выпадут деньги и гранаты. Данерос. Самый реалистичный хоррор от первого лица. Внутри еще такая кромешная тьма. Да. Ну, это уже просто несерьезно. Что за тропа с обрывом? Смотреть, нет дерьма. О, ну, тут какой-то тусич сразу, весело что-то. Фонтаны. Фонтаны. Прям такой, прям город. О, снеговичок. Наш гид абьюзит нас за то, что мы медленно идем. Да. Мы и так пришли, черти куда. Хули тут так страшно? Короче, мы дошли до нашего лоджи. Я вам чуть позже его покажу. Но нас снова выгнали на улицу, чтобы мы акклиматизировались. Типа мы наберем еще несколько сотен метров вверх, чтобы просто привыкнуть к высоте. Потому что у ребят начинается горная болезнь. Так чисто она тренировать организм. Ну, мне, кстати, нормально в целом. Я, конечно, устал. Что, идем и идем. Что, я не ходил, что ли? Так что идем. Блин, этот стул просто охуенный. Красиво. Так, как же разъебало этот стул вообще. Как мои колени. Ой. Ну, вот это вот, короче, намчи базар. Пока он в тумане выглядит как... Пиздец, какое жуткое место. Ну, вроде как нормально. Сейчас покажу нашу лоджию. Вот оно. Нирвана Хоум. Вообще, учитывая, как бы, контекст и окружение, напоминает что-то из солнцестояния. Как будто мы тут остаемся, нас тут жертву принесут. Типа вот оно. Намчи базар. И здесь живет полторы тысячи человек. Я прочитал это в Википедии. Какой же я молодец. Вот, короче, это основная столовая, основный зал. Такие деревянные столы. Там кухня, бар. Все готовят. Но сердце этого зала, это, конечно же... Да, блин, чаще. Это вот эта печка. Она... Ее растопили. Она горячая. И все тусят вокруг нее. И все вокруг нее сушат одежду. Ой. Ну и что, я вам сейчас еще свою комнату покажу. А теперь... Тух. В мою комнату. На самом деле, да, вот и все. Это вся комната. Тут... Две кровати. Но я выбил себе большую, не знаю зачем. На самом деле, есть такой прикол, что когда ты... Если у тебя есть пара, девушка, например, да, вам всегда выдают нормальную комнату на двоих. А когда ты один... Ну, как получится. Будешь спать на диване. Или в моем случае я сплю с гидом. Так я и попал в этот тур. Да-да. Пороси. Пороси. Слушай, да они звезды. Сабрама. Странно. А что такая гора красивая? Сиди. 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 Четвертый день порадовал нас очень хорошей погодой. Ну, по крайней мере, пока. Нам еще долго, конечно, идти. Но сейчас солнечно, тепло. Вообще кайфы. Уже не видно. Но мы там проходили место, где, короче, было видно Эверест. Сейчас пока не видно. Но вы можете заметить, что после третего дня я обгорел и опух как мразь. Я выгляжу как алкаш пропитый. Я даже когда бухал, так плохо не выглядел. Просто всю свою жизнь я никогда не мазался никаким этим солнцезащитным кремом. Потому что у меня кожа чуток темнее. Ой, блядь, я задыхаюсь. Здесь мы на высоте, сколько, наверное, 3600-3700 сейчас уже. Поэтому говорить много тяжело. Ну, ладно. Всю свою жизнь ни на одном курорте. Нигде я ничем не мазался. Ходил по солнечному Еревану в плюс 45. И чувствовал себя чудесно. Но здесь, конечно, на такой высоте солнечная радиация очень жесткая. И даже самые стойки обгорают. Говорят, если... Ну, я, конечно, в итоге сегодня уже помазался. Меня угостили, так сказать. Но говорят, если бы я так и продолжал ходить, не помазавшись, то было бы очень плохо. Типа прям кожа начинала бы трещать, там кровь. Ну, вы понимаете. И да, конечно, сегодня пушка-бомба. Вертолеты еще каждые 5 минут летают. Вы поинтересовались, короче. Вот мы дойдем до базового лагеря Эвереста. А потом пойдем обратно. И вы знаете, я небольшой любитель бактрекинга в видеоиграх. Поэтому я поинтересовался у гида, сколько будет стоить вертолет из базового лагеря до города Луклу, где самолет. Гид сказал где-то 3-4 тысячи долларов за вертолет. Вертолете 5 мест. Я уже предложил ребятам скинуться, но что-то никто не хочет. Но да ладно. Сейчас, может, Эверест будет видно. Смотрите. Вот. По-моему, средний вот этот вот пик. Да блин, не фокусируйся. Средний пик это Эверест, кажется. Наслаждайтесь. Помните, как я вам говорил, ну вот первый день был и стрёмно. На второй день я говорил, ну первый день было легко. Второй день. На третий день я говорил, а второй день было легко. Вот третий день. Тем временем четвертый день. Снег очень скользкий. В метре от меня бездна. Хуй пойми чего. Мы на высоте примерно 4 километра. Блять. Шанс наебнуться, надо сказать, весьма высокий. Только собакам пофиг. Утро, кажется, пятого дня восхождения. Всех уже заметно хуёвит. У многих появилась горная болезнь. У меня тоже чуть-чуть. У меня как-то слегка тошнит. Тяжёленько, тяжёленько. Но в целом, пока жить можно. Просто день от дня идём. И типа... Когда ты не думаешь о том, что надо идти ещё 8 дней так же, в принципе, нормально. Главное не задумываться. И просто молча двигать ногами. Таков путь. Пивной путь. Потому что в итоге мы приедем в Катманду и напьёмся в слюни, как мрази. Когда я чувствую себя заёбанным, когда силы полностью уходят из меня, когда просто хочется упасть и умереть, я начинаю представлять, я начинаю представлять, что я герой какого-нибудь безумного фэнтези-приключения. Да? Что я как Соул Гудман иду по пустыне. Или как Фродо Бэггенс несу своё ебучее кольцо на ебучую гору. И тогда как-то жизнь становится немножечко легче, немножечко веселее. Но смотрите. Блядь, я пришёл в Ривенделл. Охуеть. Это же Ривенделл. Надеюсь, мне тут выдадут эльфийского хлеба и бесконечную лампочку, чтобы помочь в моих приключениях. Да. Дорога сегодня очень скользкая, но пока утро, пока солнце светит, очень красиво, конечно. Шёл, кажется, пятый день подъёма. Мы на высоте примерно 4,700, наверное, сейчас. Сейчас подробнее подкажу. Надо сказать, что четвёртый день был очень тяжёлый. У меня прям под конец раскидало. И... Ну, было прям тяжело. Но пятый день внезапно я совершенно без проблем прошёл, поднялся. Мы даже идём сейчас на акклиматизацию. То есть, смотрите. Вот там, вон, видите? Ступа. Мы примерно там остановились, вот зелёная крыша. Это высота 4,450. Чтобы нам дальше было легче. Интересный факт. Это уже настолько высоко, что здесь не растут деревья. То есть, для деревьев просто слишком высоко. Не знаю, они не выживают по какой-то причине. Поэтому здесь поля, а в полях пасутся ко... Правильно, яки. Очень сильно, кстати, помогает музыка. Я сегодня шёл под музыку. Слушал саундтрек Котомик Харту. Слушал саундтрек Дума Тёрнул. Почти целиком послушал, пока шёл. Оказывается, у Локемина есть несколько довольно пиздатых качающих треков. Вот их тоже слушал. Таких прям металличных, жёстких. Охуенно. А вот гораздо более интересный факт. Так как на этой высоте не растут деревья, у людей нет дров, чтобы топить печи. Что же они делают в этой ситуации? Они топят печи калом. Буквально собирают навоз яков и коров и кто тут у них вообще есть. Сушат его и этим и топят печи. Ух. Надеюсь, вот в лоджи, где мы остановимся, у них там будет печь. Надеюсь, они не были слишком сильны. А теперь немного кринж мотивации от меня для вас, мои дорогие. Записывайте меня в лайф-коучи, записывайте меня в тренера. Наверное, примерно такие же вещи говорят дебильные качки в качалках. Вот все эти, знаете, персональные тренеры в Телеграме и на Ютубе. Мне осталось совсем чуть-чуть подняться, не знаю, метров 50-70. Но это тяжело. Это очень и очень тяжело. Вы должны понять, насколько это тяжело и идти день за днем по много часов, постоянно поднимаясь в гору. Знаете, в Ереване же есть такая вещь каскад. Это огромная лестница, по-моему, там 500 ступенек типа того. И многие не могут и по ней подняться, потому что это тяжело. А теперь представьте, что каждый день я должен проходить, не знаю, 20 таких каскадов, подниматься шаг за шагом, ступенька за ступенькой. При этом иногда еще и условия довольно опасные. Сегодня мне повезло, что эта дорога сухая, она могла быть мокрой. Тяжело как для тела, для духа, для дыхалки. Надо напоминать, что во всех этих поселениях, ну, не самые комфортные условия, если вы человек городской, вы привыкли, что самая минимальная температура, которая может быть у вас в комнате, ну, типа 10 градусов, да? Вот у меня в Ереване типа зимой, если не включать отопление, в помещении было типа 10 градусов. Это довольно херово. Нормальная температура сколько там, 18-20. Так вот, представьте, что в этих комнатках, где мы спим, температура 1-2 градуса. Ну, типа как на улице. и естественно ни у кого нет личного туалета, а большая часть туалетов это дыра в полу. На самом деле я-то и не такое видал, поэтому мне нормально, но скажем так, был бы комфорт, было бы легче. Так вот, тяжело. Что же с этим делать? Да ничего не делать. Главное не думать о пути, не думать о цели, не думать о том, что мне еще 8 дней вот так вот идти шаг за шагом. Не важно насколько большой шаг, насколько маленький шаг, но шаги должны идти один за другим, без остановки. Ты думаешь только о том, как бы сделать еще один шаг, и еще один шаг, и еще один шаг. И рано или поздно ты придешь к своей цели. Но главное не думать об этом. Сейчас немного морали, украденной у коня боджека. Становится легче. Становится действительно легче. но проблема в том, что нужно делать это каждый день. Шаг за шагом, шаг за шагом. И со временем станет легче. Но тяжелая часть в том, что нельзя останавливаться. Главное, наверное, понимать, что ты идешь в правильном пути. потому что если ты будешь так стараться ради неправильного пути, то хуево будет. И так во всем в этой жизни. Не стоит мечтать о далекой цели, не стоит думать о своем пути, не стоит думать, сколько тебе еще осталось идти. Нужно думать про каждый индивидуальный шаг. И так и идти по жизни. Одна у меня проблема. Я думал, я уже почти дошел. Но оказывается, туман скрывал истинную мою цель. И идти мне еще дохуя, блядь. Зачем я посмотрел вверх? Надо было просто продолжать идти шаг за шагом. Впечатляет. Правда не видно ни хера. Причем это даже не интересно. Какая-то рандомная гора. У меня на телефоне осталось 10%. Последняя запись. Прощайте, дорогие друзья. Прощайте. Очередное утро. Очередные хоромы. Очередные ноль градусов. Знаете, в чем юмор этой ситуации? У нас даже есть свой туалет. Это вы не представляете. Все девчонки мне завидуют. Все хотят быть на моем месте. Все хотят дружить со мной. Чтобы ходить в индивидуальный туалет. Шутка юмора в том, что здесь настолько холодно. вода в бачке застыла. смыть не могу. Но зато надо свет выключить. Так и живем. еще один прикол дес того, мы зашли так далеко. Здесь нет электричества. Ну в смысле такого, к которому мы привыкли. Поэтому у них солнечные панели. Они живут только за их счет. Поэтому электричества у них очень мало. зарядить телефон стоит около 300 рублей. Зарядить пауэрбанк около 600 рублей. И так далее. При всем при этом здесь есть очень приличная кофейня и пекарня. И там реально вкусная. И кофе хорошее делают. Смотрите на это. Но только что из-за горы вышло солнце. Оно сейчас все нагреет и моментально станет нормой. Короче прикольные штуки. Они вот на таких тарелках типа собирают свет солнца и этим светом греют чайники. И причем кипятится нормально. Прям. Но солнце тут конечно жарится прям очень сильно. Ваши мысли? Почему вы сдаетесь? Потому что у меня температура. У меня болит еще. У меня температура. У меня болит голова. У меня давление. Не очень хую. Прям и дышать и не могу дышать. Блин, да, ты прям задыхаешься. я хочу мыть за каждой идеей. Ну это справедливое желание, да, поддерживаю. Чем? Тачит. Спасибо. Ты самый стойкий из вас оказался. А шереды поредели. Кто же знал? Я думал, я думал Криша вытянет сильнее всех. Ну все увидимся вечером загнать. Пока. Что ж, вот наш отряд и заметно проредел. А точнее я остался от него один. Я уже говорил, что мы остановились на высоте примерно 4400. Дышать тяжело. Когда я дышу, у меня короче линзы как запотевают такое. Ну короче сегодня ночью очень сильно захуевила Гриша. Он говорит, у него прям полночи сердце болело очень сильно. Прям стремная какая-то хуйня. Мы вот сегодня выходим на акклиматизацию. Поднимаемся еще метров на 600 наверное. Не знаю на сколько. Может на 400. Вот. Он прошел наверное километр с подъемом метров на 100. И все говорит все пиздец. ну прям плохо ему короче. может. Ну то есть идти он наверное может с каждым шагом. Идти все хуже и хуже и прям страшно. Поэтому он вернулся в лагерь и скорее всего завтра вечером поет в смысле завтра пойдет вниз. Естественно Юля пошла за ним естественно. По другому и быть не могло. Маруся Черничкина прошла чуть подальше еще пару километров прошла еще поднялась метров на 100 вверх и тоже говорит все пизда я сдаюсь не могу все у нее и температура как будто немного и все болит типа вообще ненормально. самая самая смешная Соня конечно Соня Хромова которая такая ну я нормально мне в целом нормально мне в целом похую ну вот знаете что заебало просыпаться в нулевую температуру заебало что нет душа заебало что нельзя одежду постирать нормально я в целом с ней полностью согласен поэтому она тоже пошла с Марусей назад и только я такой знаете мне по жизни так хуёво что то что мне хуёво здесь это и в половину не так хуёво как мне хуёво по жизни поэтому я пойду до конца ну это в целом просто я хочу дойти до конца я не хочу бросать еще одну вещь просто потому что не знаю мне не очень хорошо или мне не очень комфортно поэтому пойду до конца до базового лагеря вы скажете вот это он молодец вот это у него сила воли вот это он тянет а я вам скажу я иду туда только ради того чтобы прийти и сказать это база потому что если есть в этом мире какая-то чудесная уникальная волшебная сила которая может заставить любого делать все что угодно которая способна буквально на все это сила мемов я остался один один я буду вам и вещать не знаю на какую высоту мы поднялись типа 4800 4900 но дышать нечем и даже меня уже заметно 4900 4900 тут говорят пиздец я причем даже не то чтобы устал но я просто чувствую как меня тянет к земле как типа весь мой весь мой позвоночник пытается схлопнуться и затянуть голову туда же куда-то в сторону не самое приятное ощущение но зато видом покажу ощущение знаете как как будто у меня очень сильное похмелье и каждый твой поворот головы и каждое резкое движение это просто очень резкая боль ладно как же далеко идти мне кажется я уже целую вечность возвращаюсь в нашу деревню и только вот на где-то там на горизонте появилась деревня и знаете что это не наша деревня наша деревня следующая после этой короче мы для акклиматизации сегодня я уже не знаю это шестой или седьмой я бы им шестой поднимались на высоту 4900 мне стало очень хуёво но я выдержал очень пахнет голова и спина и поясницы типа я как это работает на высокой высоте ниже давления и я не знаю я я ничего не знаю в этом мире я просто иду я просто я просто человек который идет и который уже заебался сколько я иду я уже иду 5 часов сука 5 часов когда вы вообще в последний раз в своей жизни ходили 5 часов без остановки да давайте докинем на это то что я нахожусь на высоте 4,5 тысячи метров где дышать невозможно ну там горы какие-то ну типа что мы там не видели да короче я придумал лайфхак как дышать вот дышать на большой высоте ну типа сложно да кислорода мало но я придумал гениальный лайфхак как дышать кто из вас читал автостоп по галактике только целиком там в один момент люди научились летать и знаете как это делалось надо было просто забыть что ты не умеешь летать и как только ты забывал об этом ты умел летать здесь такая же тема как дышать на большой высоте нужно просто забыть что тебе нужно дышать по-моему гениально я включаю мусло отвлекаюсь и мне больше не нужно дышать блин почему никто до этого не додумался раньше я короче обгорел и выгляжу сейчас очень смешно у меня кожа с лица слазит и весь я какой-то сморщенный и мерзкий ну да ладно это седьмой день кажется у нас получается вся наша туса пошла вниз еще из группы одна девушка тоже пошла вниз вот я иду ну ну видимо это вот эти вот радиальные выходы акклиматизация работает вчера мы выходили на эту же высоту типа 4900 было прямо тяжеленько у меня очень голова болела сегодня снова поднимаемся на эту высоту и да нормально уже в целом только пить очень хочется все время зато посмотрите что на фоне это все мемориалы погибшим альпинистам какой-то Иван Томов болгарин Димитар Райков там тоже какие-то интересные ребята так что японцы какие-то к сожалению они погибли поднимаясь на гору до лагеря 8162 13 мая 2010 ну как бы очень очень много людей погибло поднимаясь на горы так что недооценивайте не недооценивайте высоту ребята еще один мем как лол как хотите называть связи у меня на самом деле уже несколько дней нет на некоторых лоджиях есть какой-то вайфай который протянули местные умники но он стоит очень дорого он очень медленный там прям за трафик платишь типа там рублей 400 за 100 мегабайт но интересная часть в другом интересная часть в том что у меня телефон садится и заряжать то его особенно уже тоже негде мы сегодня вот выходили с лоджи я хотел зарядить телефон что тоже стоит денег они такие солнцем не повезло вот аккумуляторы не зарядились у них у всех солнечные батареи то есть солнцем не повезло батареи не зарядились сорян никакого электричества у меня прям 5 процентов телефона ну блин на самом деле когда казалось бы ты насмотрелся на горы всякие появляется какой-то новый микс пейзажей и ты снова поражаешься смотрите здесь какие-то камни какое-то замороженное не знаю озеро вот такое вот все потрясающее каждый раз что-то новое это практически нинтендовский геймдизайн они собрали уже знакомые элементы потихонечку потихонечку вводили эти элементы а потом начали миксовать эти элементы вот так вот нинтендо учились у лучших у самой природы очередное поселение черти где но вроде как мы дошли до 5 километров до высоты 5000 пиздец голова раскалывается какие жуткие все эти микропоселения мы поднялись на 5000 у нас примерно на высоте 4950 метров лоджи где мы отдыхаем и остаемся сегодня ночевать и мы вышли на очередную радиальную вылазку для того чтобы привыкнуть к высоте и преодолели 5000 я хочу отдельно подчеркнуть что 5000 это очень серьезно на самом деле если задуматься Маруся и остальная компания сошли где-то на высоте 4500 и ну там уже и Маруся было прям плохо и Грише было прям плохо прям плохо начал остановиться и мне где-то вот на этой высоте потому что у меня очень болит голова и очень странные ощущения в сердечке но я для себя решил что буду превозмогать обратите внимание кстати на интересную штуку на такой высоте уже практически ничего не растет то есть мы перестали видеть деревья примерно на высоте 4500 но там еще были какие-то кусты тут уже даже кустов нет вот какая-то чуть такое трава какая-то высушенная торчит из земли это восьмой день восхождения я вам честно уже скажу к этому моменту я уже всего этого рот ебал и труба шатал я сделал себе установку что я буду превозмогать и дойду до конца честно вам скажу я сегодня ночью чуть не сдох мне кажется я проснулся посреди ночи и прям задыхался и это я вам скажу довольно страшно когда ты лежишь лежишь не можешь никак просто набрать воздуха чтобы хоть как-то ну типа почувствовать себя нормально я был готов к тому что будет идти тяжело но я не был готов к тому что высота в 5000 метров будет делать с человеком я просто хочу чтобы вы задумались представьте себе какую-нибудь высотку один этаж занимает примерно 3 метра скажем это раковый барак из Кудрова 30-ти этажный и ну будем брать совсем щедро ну он 100 метров да 100 метров блять я на высоте 5000 почувствуйте разницу основные симптомы с которыми я столкнулся мы когда выходили вчера на радиальную вылазку на 5000 у меня пиздец как болела голова было ну прям жестко ну опять я уже вам сказал что я задыхался ночью что было исключительно неприятно и страшно сегодня я проснулся у меня очень болела голова опять же голова кружилась и меня тошнило в общем-то голову у меня кружится до сих пор и тошнит меня до сих пор но раз уж превозмогаешь превозмогай до конца кто я не протогеймер что ли в конце концов настоящий хардкорный протогеймер а протогеймер не сдаются а да еще одна такая интересная речь я такой человек которому вещи обычно очень быстро надоедают да я всегда хочу чего-то нового всегда хочу чтобы вещи росли развивались ну вы поняли что я имею ввиду и поэтому все эти горы меня в общем-то уже давно заебали конечно иногда попадается какой-нибудь новый интересный пейзажик с миксом новых интересных вещей которые я раньше не видел вот вчера мы на ледники смотрели ледники довольно крутые все я уже видел ледники они меня больше не интересуют поэтому да меня окружают 5 миллионов каких-то невероятно сных гор у каждой горы есть какое-то безумное название и она высотой 6-8 тысяч метров и это невероятно и вообще но в целом гора есть гора в конце концов у меня из окна Арарат видно все знают что Арарат лучшая гора зачем мне другие горы да и вообще есть отличный коньяк Арарат я что-то не вижу никакого коньяка Эверест логично логично надо признаться что я слегка разочарован почему-то когда мне предложили это такое путешествие я подумал вау это будет безумное абсурдное приключение совершенно дикой природе оно будет переполнено удивительными событиями и невероятными местами мы будем прямо как ну вот прямо как братство кольца путешествовать идти к нашей цели сами подумайте Непал нахуй Кэтманду базовый лагерь Эвереста то есть по сути ты поднимаешься на Эверест на 5 километров из 8 пиздец как это круто звучит но по сути это как инстаграм против реальности реальность это это что-то на уровне Диснейленда то есть это абсолютно отработанный путь переполненный лоджами да то есть каждый километр мне кажется есть какая-то лоджия где можно остановиться там есть вай-фай можно там поесть набраться сил поспать то есть все продумано это абсолютно простой туристический маршрут ну то есть он конечно не простой он очень тяжелый но никакого удивительного элемента приключения тут нет ты просто идешь вместе с еще тысячами таких же людей если что вот это вот все это сходит ледник медленно медленно ползет в ту сторону он серый потому что так как он ползет ну вот видите там белая часть так как он ползет у него все время со сторон вот сыпятся камни и присыпают как бы лед но это ледник и он движется ну что ребята играли в анчарте 4 пиздец с другой стороны это что-то новенькое этого я еще не видел так это еще что это же не может быть базовый лагерь Эвереста мне гид сказал что до базового лагеря идти часов в пять мы идем я не знаю видно вам или нет ну если бы два часа двадцать минут да и вообще я вчера документалку смотрел в столовой он выглядел по-другому может после того как его смело лавиной они решили отстроить ну типа нормальное здание ладно сейчас посмотрим окей это какой-то гора Кшеп но высота 590 что в принципе уже очень хорошо то есть до базового лагеря осталось по высоте примерно сотку а вдруг вопрос в другом я еще туда пришел куда должен был может быть может быть ну то есть я на самом деле давно разминул своей группой полгруппы остались позади полгруппы остались спереди я где-то посередине и я вполне мог просто ну типа я шел с остальными туристами сейчас тут дофига туристов и я просто шел с ними я вполне мог перепутать дорогу жесть ладно будем выяснять вопросик но сначала везде оставляю свои следы ладно надо идти искать своих это нормально нашел своих чуваков они отдыхают в какой-то лоджии опять типа мы ждем когда наша группа объединится вновь давайте заценим здрасте здрасте вот и я блин прикольно тут лоджи да-да добро пожаловать мы даже нашли уже кота отвезли и сюда нужно поставить хотя Артем вот это как-то хорошо ну вот вот такая у меня есть вот нормально живем мы подошли довольно близко к этим ледникам и они конечно прям интересно выглядят такие с таким голубоватым оттенком очень красиво ну и это тоже конечно потрясающая на обледенелую гору заснеженную смотрите на эту ледяную долину ну это конечно да какой-то вид которого я раньше не видел еще приходит к этим ледникам которые мы видели издалека ой они такие прикольные другого лодого оттенка но самое главное конечно же если присмотреться виднеется уже базовый лагерь мы совсем близко ледникам 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 Продолжение следует... Ожидание. Вау, я попаду в какое-то невероятное место, куда не ступало 99,9% людей в мире. Реальность. Здесь, блядь, очередь пофоткаться на ебучем камне. Каким-то образом, любой интерес к этому месту вообще пропал. Это, это база. Ребята ломают лед, чтобы расчистить площадку для очередной палатки. А там, собственно, этот базовый лагерь. Весь застроенный. Говорят, позже будет больше. Ну, что вам сказать. Я справился. Я дошел до базового лагеря Эвереста. И все. Осталось, конечно, последнее, самое страшное испытание. Это пережить холодную ночь, вероятно, в самом холодном лоджии из всех, где мы были. Это, во-первых, высота 5100. Очень холодно. Во-вторых, нам не дали одеял. В-третьих. Ну, там, короче, такое окно, что окна практически нет. Да. Ну и хоррор прошлой ночи, когда я чуть не задохнулся во сне, все еще витает у меня в голове. Не хочется, конечно, повторения, но я чувствую себя достаточно неплохо. В конечном итоге максимальная высота, на которую я поднялся, 5400 метров. Ну, плюс, там, условно, несколько. Но 5400 точно было. И это, скажу я вам, ну, я не люблю выпендриваться, но это все-таки серьезное достижение. И, типа, людям не нужно находиться на такой высоте. Что они все тут делают? Блядь, расскажите им о существовании пива. Хуйней какой-то занимаются. Да и вообще, базовый лагерь Эвереста, ну, довольно дурацкое место. А для туристов, ну, нихуя там делать. Стоит камень какой-то ебаный, на котором баллончиком написали. Эверест Бейскэмп. Просто как мы сейчас летели себе дальше. Слоткаться вокруг этого камня. Да. Потрясающие ледники, потрясающие гражданки. Типа, там лавина сошла только что. Нет, блядь, Сэрстрайдер, но вокруг этого камня ебучего. И фонгается рядом с ним. Да, Страйдер, да. Придус. Тащат лежанки, хедевогатцами. Слитые кадры. Вот и все. Мы возвращаемся, мы потихоньку спускаемся вниз. Что вам тут можно рассказать? Во-первых, последняя лоджия, конечно же, была самая трэшовая, самая стремная и мерзкая. Особенно вот по уровню, знаете, общего комфорта. Я, конечно, не задыхался во сне, что было определенным плюсом. Но я также в целом и не спал, потому что холодно было просто пипец. Лоджия находится на высоте 5100. Там нереально холодно, дует и вообще стремно. И знаете что? В общем, нам дали только пледы. То есть, представляете, это самое холодное место. И нам дали меньше всего обогрева. И это прям было, ну, так себе. Я почти всю ночь потратил на то, чтобы найти идеальный баланс. И затем, чтобы, знаете, спрятаться под спальник и под этот плед несчастный. И надышать там воздухом. И при этом, чтобы не задохнуться. Опять же, потому что когда ты надышал под одеялом, тебе нечем дышать. Было отстойно. Плюс, там нет воды. То есть, там просто негде, нечем умыться. И, соответственно, нечем смывать в туалетах. Поэтому о туалетах тоже никто не парился. И они, конечно, это... В общем, мы спускаемся. Я думаю, я больше особенно рассказывать вам ничего не буду. Но если увижу что-то интересное, это покажу обязательно. Есть всегда финальный вопросик. Стоило ли оно того? Пожалел ли я о том, что я куда-то поехал? Повторю ли я такой опыт еще? Хочу ли я еще? Нет, я ни в коем случае не жалею, что я куда-то поехал. Но в определенной мере я ждал кое-чего другого. Я ждал приключения, а получил, как говорит наш гид, активную медитацию. Я очень много шел. Я очень много думал. И так, и так идет жизнь. Сейчас, смотрите, что покажу. Эти вот шерпы, портеры, они просто безумные, конечно. Я получил свой интересный, удивительный опыт. В первую очередь я перезагрузил свой разум, так сказать. Потому что что-то, ну, просто когда ты сидишь дома и работаешь, работаешь, ты начинаешь загнивать. Тебя забирает рутина, надо немного перезагрузиться. Это я и сделал. И было нормально. Плюс, я дошел до конца. И это в определенной степени поднимает мою самооценку. А что, что? Мне определенно было нужно. Повторю ли я такой опыт? Да нихуя в жизни, да никак. Да пошло нас в пизду вообще. Нахуй. За эти деньги Мальдивы, все. Мальдивы, Таиланд, ничего другого. Я там погуляю. Нормально. В общем, да, из-за того, что у них здесь солнечные панели и нет настоящего электричества, с электричеством себя все очень плохо. И вот просто девушка решила посушить волосы и положила всю энергосистему Лоджи. Работают вот там четыре лампочки, которые экстренное, ну, типа, экстренное электричество. Все остальные в полной темноте. Окей, теперь точно самое последнее включение. Мы почти дошли до Лукову, из которого мы на самолете летим в Катманду. Правда, это будет только завтра. Причем ничего хорошего нет. Но я вам так скажу. Заебало. Все это уже меня заебало. Я не понимаю, какого хуя мы идем вниз, но мы все равно всегда идем вверх. Я не понимаю, кто проектировал эту страну. Как так выходит, что даже когда мы идем вниз, мы, блядь, идем в горку. Хуйня какая-то. Так что, что еще хотел сказать? Не помню, что хотел сказать. Заебало это все уже. Видите? Мы, блядь, все идем и идем в горку. Столько можно-то. Знаете, что я вам еще хотел сказать? Мы идем уже, блядь, 8 часов 40 минут. Сука! 8 часов. Пиздец. Мы идем еще раз. 8 часов 40 минут. Твои мысли, Гриша? Ну, нормально, пить хотелось. Типа, не знаю, мы просто так выходили, что я привык. Ну, так же примерно я и поднялся, но ничего нормального все равно в этом не вижу. А зачем ты поднимался? Не знаю. Чтобы все охуели, как я могу. Ладно. Мы охуели. Ну да. Твои мысли, Юля, идти 9 часов норм? Норм. Я думала, будет хуже. А оно могло быть хуже, если бы шел снег, или снегодождь, или град. Ну, короче, я готовилась к тому, что будет намного хуже, а с музыкой вообще как? Вы все с музыкой шли? Да. Я специально шел без музыки, чтобы с вами идти. Не, ну она просто фоном играет чуть-чуть, и все. Ну ладно. Ваши мысли? Я с собой никогда так не гордилась. Я так с собой горжусь. Мои псыки сегодня держатся на трех подкастах. Закат империи, волны земляков и секс с Мариново сад. Деньги за рекламу присылать по реквизитам в записании. Соня. Я ненавижу каждую секунду этого дня. И каждый рубль, который потратил на эту ебаную поездку. Ну, хоть один человек, с кем я согласен. Я тоже заебался, потому что... Я так и не понял, почему. Даже когда мы шли вниз, мы шли вверх. О, о, о. Это что такое? Кто тебе отдал? Это мое. А это твое осталось? Прости, прости. Сначала все. Леди с тез. Как дела? Что такое, устало? Да. Ну, вы рекордсмене знаете, что они рекорды с нами делали? Антирекорд ты хотел сказать. Почему рекорд? Короче, ладно. Последняя, самая последняя вещь, которую я вам покажу. Значит, это наша комната в Лукле. Тут все очень прилично. Посмотрите. У нас есть собственная, блядь, собственная ванная комната. Это, ну, это просто невозможная роскошь. Собственно, горячей воды нет, конечно. Это определенная проблема, но унитаз. Это, ну, это просто, я не заслужил такого шика. Здорово. Но я хочу вам показать уникальную фишечку этой комнаты. Щель. Это просто щель в коридор. Вот она, она уходит в коридор. Я не шучу. Вот. Вот там коридор. Блядь. Какая тупость. Что на улице-то? Блядь. Блядь. Субтитры сделал DimaTorzok